Всем привет, я Яна, и вы на моем ютуб-канале. Со мной сегодня Егорик. Он типа делает вид, что он с модного показа. Кстати, на нем классная футболка Василинсяга. Не грех отрекламировать. Вот, Василинсяга топ, покупаем. Ну, в общем... А представь меня, представь меня, ты представь. А, это Саша Монтажник. Мы решили посмотреть какие-то самые крышесносные фокусы. Давайте я вам покажу крышесносный фокус. Давай. Готовы? У меня есть мой легендарный фокус, которым я удивляю каждую девчону, каждого парнишку. Ты парнею тоже уделяешь? Я же тебя удивил. Чем? Фокусом. Каким? Что-то смонтировал за час видео. Короче, фокус. Вот бумажка в руке. Клади руку. Куда? На этот. Нет, 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 нет. Пальцем, пальцем. Палец, палец. Я перепутал. Все, совершенно перепутал. Теперь убирай. Ты взял, погладил. Типа рукава показал. Блин, неплохо, но я пропустила все. А я знаю, как это происходит. Стой, пускай напишут в комментариях. Да, ты в комментариях пускай напишешь. И еще фокус хочешь? Я думаю, ты из такого ракурса боком так стоял, что видно. А, да, кстати, ребят. Ну ничего, зато посмотрим, насколько они внимательны. Это прикольно, окей, хорошо. Еще хотите фокус? Конечно. Так, пока отвернись, отвернись. Мне надо подготовить фокус. Ну давай. Так, ребят, вытягиваем карточку. Одну на двоих? Да, одну на двоих. Запомните эту карту, покажите зрителям. Показали. Показали зрителям. Теперь давайте карту, я не смотрю. Вот смотрите, за моими глазами, я не смотрю. Я ее засовываю обратно. Ты только что посмотрел. Не смотри, Яна. Я не смотрел, честно, честно не смотрю. Не смотри, Яна. Я не смотрю. А сейчас я эти карты за спину. И вы должны засчитать до пяти. Можете быстро, можете медленно. Главное посчитать. Раз, два, три, четыре, пять. Ну и дамы и господа, смотрим вашу карту. Я забыла, когда. А, забыл. Это я проложил вверх тормашками. Я, честно, обожаю фокусы. Ну вот какие-то именно, знаете, необычные, не вот эти. Прости, Саш. Однажды вообще мне парень показывал такой классный фокус. Твой парень? Нет, просто парень. Он, короче, каким-то образом угадал мой пароль от телефона. Давайте первый фокус. Король пики, король пики. Король пика. О, я его знаю, это Динамо. Фокусник Динамо. В детстве, я даже Егору рассказал недавно. С мамой смотрим по телеку, дискавери, чел по воде ходит. А с мамой просто аута, это нихуя себе. А сколько тебе лет было? Мне было где-то 12. Честно, в 12 лет я не верил, что человек может ходить по воде. Так, он что-то делает с колодой карт. Такой, типа. Что? Ну это какая-то фигня. Смотрите, куда делась колода? Там же была колода карт. Это было очень круто. Подожди, а как? Дайте еще раз. У него же нет ни одежды. Внимательно надо. Да, вот. Так вот тут даже кружок. Просто не может быть. Вот он держит, там все еще колода. Да ну нафиг. Походу колода вот так мнется. Да, да. Типа в одну. Скорее всего колода подставная. И скорее всего у него мнется эта коробочка вот так вот и превращается в очень тонкий слой. Сучка, там же просто стопка карт. Ну ребята же оттуда вытаскивали карт. А, ребята же брали в руки. Блин, это реально сложно. Какая-то это магия какая-то. Давайте хотя бы какую-то теорию, на наш взгляд, лучшую. Я не знаю, магия, магия. Это магия? Это не магия. Может это монтаж? Вот он держит карту. А, ну да. Может он, нет, вот колода, смотрите. Только что было видно, что это колода. Да, но он, смотри, что делает. Он поправил руку вот так вот, что-то лицом. Мне кажется, это колода карт, которая мнется. Все-таки это теория, мне кажется, самая верная. Как гармошечка складывается. Да. Я так сейчас понял, что Егор как фокусник. Вот с перчатками. Вот, смотрите, мячик. И у него еще и рукава. Да что за бред, е-мое. Эдик, в замедлении поставь это видео, мне кажется, в этом все. Давайте проанализируем. Он поменял, когда вот так делал. Это просто с ловкость рук и все. Они вот как-то умеют пальцами так менять. Как он так умеет пальцами менять? Он что, вообще с ума сошедший? Честно, я как сам, как фокусник, я не понимаю, что сделал фокус. Ну, честно, это прям крышеснос. Видите, следующий. Баскетбол. Он его сейчас сдует. Он делает из баскетбольного мяча. Смотрите, это самая банальная хрень. Это просто специальный мяч. Мы же не знаем историю мяча, может он с ним вместе пришел. Так я ничего не понял, в чем фокус? Смотри, фокус в том, что сначала у него был обычный, типа, баскетбольный мяч, и он его вытянул. Вот они потом, типа, пытаются из него сделать обратный баскетбольный, но у них не получается. Ну, прикольный фокус. А можно так с чем-нибудь еще сделать? Из планшета сделать в айфон? Или, например, из миллиона 890 сделать 2 миллиона. Спасибо, Саша. Ребят, внизу кнопка. Я лично подписался. Тут в спортзале фокус. Да, тут столяров что-то делать. Чего? Это не настоящие гантелины. Что за бред? Это же какой-то монтаж вонючий. Ну, как это, это перемотка? Нет, это был какой-то вообще нет. Это чисто для дедов расчет. Опять динамо. Превращает это в деньги. Я вот понял такую штуку, что я не верю в фокусы, которые показываются на видео, особенно с монтажом. Но тут можно, вот почему он за кадр видел ведро, как будто ему насыпали? Ведро поднял выше, чем кадр, и возможно ему в этот момент насыпали. Ну, ну, мне кажется, это какие-то видео... Ладно, давайте дальше. Это монтаж. Ну, Егор, если мы про каждое видео будем так говорить, в чем смысл просмотра. Нет, чуваки, это не монтаж. Смотрите, он заходит, ну, типа, возможно, он берет пакет, дает чуваку и достает оттуда огромную, блин, швабру. Знаете, как это делается? Она складируется, швабра. Как, знаешь, палки вытаскивают, вот сначала в такой штуке, а потом... Или как рюмки, маленькая, плоская, а потом в рюмках. Ну, посмотрите внимательно на пакет. Саня такая есть. Посмотрите внимательно на пакет, он не был сначала такой большой. То есть вот он стоит уже изначально, то есть там помещается... Как будто его пакет потом увеличится. Смотрите, во-первых, давайте начнем с того, что у него длинные рукава. Возможно, он оттуда вот такую штуку достал, которая раскладывается. Кстати, ты, возможно, прав. Единственное, что я не понимаю, вот эти веревки на швабриках, на швабриках, он их спрятал. Возможно, они просто в швабре были, внутри. И потом он такой херакс раскладывает, и эти веревки выпадают. Мне кажется, сейчас кто занимается фокусами, смотрит на наши размышления и думает, «Боже, вы в трех, два, три тупицы, боже, это все вообще не так происходит». Человек несет чемоданчик, открывай этого. Ну, он там чемодан и мяч вытащил. Офигеть, что? Мимо, вот лох. Я только думал, они упали, смотрите. Смотрите сначала. Он вытащил чемодан. Не монтаж, ну как это можно так смонтировать? Ну, откуда он его выпил? О, смотрите, возможно, мяч был плоский. Он легкий очень, возможно. Как легкий? Он же его сразу же кинул. Он его смял и размял. Возможно, быстро надул. Возможно, в чемодане двойное дно. Ребят, а как в итоге все кегли упали? Ну, это на веревке. Нет, посмотрите, это же тоже странно. Это просто фейк, который мы ведемся. Мне кажется, внутри шара какая-то звуковая волна. Колонка улыбается. Встреча кому-то ралли. А как он достал этот мяч из чемодана? Ну, если размышлять, что это фокус, тогда, скорее всего, этот мячик, он просто разминается. Может, какой-то вообще легкий, как бумажный. Да как он тогда так катится и сбивает при... Ну, типа он... Смотри, заметь, он специально еще в бок кинул его, чтобы он в кегли не попал. Потому что если бы он попал в кегли, он такой легкий, что он в кегли бы разбил. Ну, если он настолько легкий, как ты говоришь, он даже бы так не покатился. Ты же это понимаешь? Почему бы это он не покатился? Кинь воздушный шар, он покатится. Ну, а не воздушный шар, видимо, какой-то специальный, а не воздушный. Ребята, зачем вообще вам знать, как этот фокус происходит? Да, я тоже не понимаю. Я в этом зачем? Он нам все говорит, монтаж. А мне кажется, это какой-то прикольный просто фокус. Так, тут какие-то пузырьки. Ну, это изи. Он просто стеклянный шарик вовремя подставил. Да, да. Но это было круто, скажи. Смотрите, смотрите, как прикольно. Он просто показывает ему стеклянный шарик, но это выглядит классно. Да, похлопаем, это хорошо. Ну, гораздо круче. Первый фокус круче. И фокус с мячом... Нет, круче, но круто, когда ты его сразу разгадал и понимаешь. От этого типа... То есть это как можно использовать в обиходе. Вот вы можете запомнить этот фокус, удивить своих там девочек. Ладно, давайте дальше. Смотрите, у него карта с кубиком Рубиком. Это было что? Он карту подкинул и словил. Я не понял фокуса. Вы поняли фокуса? Подождите, он подкинул карту, но тут же что? Вы же видите? Все, была обычная карта, но он сказал... Смотрите, у него типа кубик Рубика не собранный. Я думаю, в чем прикол карту подкинул? У него типа там нарисован разобранный кубик Рубика, он подкидывает и кубик Рубика собранный. Нет, у него две карты. Одна с разобранным кубиком Рубиком, потом он так делает, меняет карточки и местами... Ну, значит, очень четко это делает. Я вот сейчас пересматриваю, это очень круто с кубиком Рубика, то есть типа там даже незаметно. Ну, я ничего не замечаю, никаких двух карт, ничего. Ну, он подбрасывает и в моменте, когда карта приземляет... Повторишь, как будто бы ты это с легкостью повторишь. Я не повторю это, я просто говорю, что вот они могут это сделать, потому что они фокусники. Да, ну не знаю, выглядит сложно. Ну вот это уже для дегенератов, конечно, это же типа легко. Вот так вот хлопаешь и цветокор меняется. Ты хочешь сказать, что это цветокор? Да. В шариках меня выбесило, что чувак говорит оранжевый, он говорит, ммм, желтый. Чувак говорит, ну я сказала оранжевый, он такой голубой. Типа он не включает ему цвет, который хочет чувак. И чувак не удивляется даже. Типа каждый день видит в жизни шарик менять. Типа, нет, я хотел желтый. Ну вот, я меняю цвета, чел, вот я меняю цвета, посмотри. Нет, я хотел зеленый. Да, он, кстати, очень ненатуралистично удивляется. Ладно, давайте следующий смотрим. I'm going to take your coffee like this. Так, watch the coffee, смотрите на кофе. Реакция. Что это, монеты? А, монеты. Так, ребят, монеты были изначально. Он сказал, ты бог. Монеты изначально были? Конечно. Он просто надавил на стаканчик, монеты взяли. Ну да, надеюсь. Он сейчас думается про стаканчик. Просто надавил на стаканчик, депилист. Ты бог. Это как... Ай, иди ты домой. С таким приколом. Галивая... Когда что-то... Я вот сразу скажу, когда что-то летает, это вот сразу не верю. Только если там, конечно, леска. Но этот чемодан так легко уже поднялся. То есть это обратная перемотка все? Я думаю, что да. Это какая-то обратная перемотка. Частично. Ну и как это было тогда по-вашему? Частично. Вы считаете, что это обратная перемотка? Как он в обратной перемотке оторвал скотч, скажите мне? Не, мне кажется, это на леске. Это на леске. Это не обратная перемотка. Ребят, вы так... Вы вообще... Так помните, как он так сделал, что он приклеил скотч, а потом это галстук. Еще раз говорю, это все ловкость рук. У него, возможно, галстук был под рубашку, он вот так вот вытащил. А куда делся скотч? Ну ладно, тут просто выехала у Кейт, наверное... А как вам вот это подлетело? Что вы скажете на этот ролик? Ну, непонятно. Не, 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 не нрав, не нрав. Я ставлю этому дизлайк. Я люблю простые фокусы, которые понятные, которые можно использовать самому. Вот этот шарик... Ну, как я показывала, идеальный. Ну, это такой, да, пойдем. Ну, шариком сильно просто. Ну, а зато гениально. Он копается в волосах. Что ты должен компьютер вытащить сейчас? Картошку? Что? Огромный багет? Что? Ну, за ней багет был 100%. Да нет! Я знаю, как это делать. Да нет, тут видно, что это не подставное. Это видно, что не подставное дело. Это не подставное, но я знаю, как это делается. У него изначально в рукаве багет, и просто он делает так, что не прикасается. Отрепетировал движение, что типа делает вот... Ты не чувствуешь, как будто реально. Ну, да, да, да. Стоп, подожди, подкажи-ка его руки. Да, двиня руках. У него багет был в рукаве, ептель. А помните фокус? Мы снимали, что в телефонах? Тоже фокус. Егор из-под живота вытянул целый батон. А! Ну, было, было. А ты был бы рад батон из Питя купил? Да, я всему рад был. Ладно, Саша. Сюда тебе батон. Реально? Берет чемодан. Еще чемодан. Что за бред? Не, ну, прикольно выглядит. Я знаю, как это работает. А, я тебе скажу, как? У него там какая-то... Корсет. Корсет, да. Ребята, говорю, мир абсолютно уже понятен. Там вон, смотри, перемотай. Смотри, перемотай. Вот последний кадрик, там даже видно, что у него из штанов что-то торчит. Видишь, какой там каркасик? Нигде нет. Да каркас, еще живот у него салитает. А хорошо, по вашему карсету, а куда он уходит? У него что-то рука. Ну вот, здесь... Да у него же рука полностью голая. Рука, возможно, искусственная. Возможно, накладка на руку специально все-таки делать. Ян, ну ты спроси-то сначала у нас. А потом уже эти видосы обсуждать. А, вы думаете, это искусственная рука? Конечно, мы разбираемся. Эти фокусы... Ну, это выглядит очень круто. Ладно, сколько вы ставите там? Десят. А мы тут начали оценки ставить? Ну да, резко-резко. Ну, вам понравилось? Ну, мне понравилось. Если бы я такое в жизни увидела, я пофигела. Ну, я ставлю десятку с шариком. Нет, для меня вот карты в одну. Вот это, ну, динамо. Я просто очень много смотрел с этим динамо-фокусником. Мы реально могли. У него чипсы были в руке. А как, по-твоему, рука была там? Чего? Какие чипсы в руке? Смотри заново. Типа это графоний, 100%. Да какой графон? Ну, не может рука через стекло залезть. Это невозможно. Яночка, вдумайся в это. Ну, как рука могла бы так в стекло вот так насквозь? Мне кажется, это фокус. Мне кажется, это не графон. Мне кажется, это фокус. Ну, невозможно физически. Честно, я даже не хочу думать. Я хочу, чтобы это был фокус. Я, Саша, это Егор, Яна, Троица. Сюда руки. Мы, давайте. Максон тоже с нами. Вообще нам классно. Крустно. Подытожил. Чисто отрывал воздух. Ладно, ребята, надеюсь, вам понравилось это видео. Да я, можно я этому экономить? Ладно, ребят, надеюсь, вам понравилось это видео. Мы, как вы просили, собрались втроем, поболтали. Надеюсь, было весело. Пишите, что нам еще вместе посмотреть, что нам еще поделать. Я предлагаю выучить фокусы и самим показывать. Блин, я предлагаю, да. Спасибо, что посмотрели это видео. Надеюсь, вам понравилось. С вами был Егорик. Привет. Саша. И, ребят, подписывайтесь на канал. Осталось совсем немножко до двух миллионов. И я буду очень признательна, если мы как можно скорее наберем эти шикарные... Не показывай флаг. Не показывай флаг. Шикарные два миллиона подписчиков. Ну, а мы погнали снимать новое видео. Ну, а пока, пока. Субтитры сделал DimaTorzok